математика рынка сейчас такова что рынок сейчас не учитывает себестоимость если мы сейчас будем разбирать каждую культуру отдельно то не факт что рынок будет учитывать себестоимость и позволит фермерам что-то заплатить потому что сегодня на рынке очень сложная математика рынка нет есть декларирование цен вот и надо то что сейчас происходит как бы о рентабельности можно не говорить потому что те факторы которые присутствуют там изменение курса рубля ограничения не настолько волатильные что они могут съесть любую рентабельность заложенную в производство и вообще сейчас производство сельхозпродукции это примерно как ставьте в казино в этом сезоне и сейчас вы все прекрасно знаете что доллар вынесла у нас выше 70 там 77 сегодня было вот и опять же мы сейчас будем вести яровой сев при таком дорогом долларе который определит стоимость всех запчастей средств защиты растений так далее когда придется продавать урожай то опять где будет доллар по какому курсу и сейчас говорить о том что какая-то рентабельность спасет сельхозпроизводителей но она просто как бы внешними факторами может внешний фактор могут эту рентабельность платить но тем не менее есть какие-то определенные мысли можно об этом поговорить хорошо тогда я сразу уточню у нас очень сильно обвалились цены на зерновые народ аграрный объясняет это действием пошлины которая не позволяет получить выше там 14 рублей на фобе за пшеницу с протеином 12 с половиной процентов выше 15 скажем да но в то же время у нас же есть культуры которые не обложены пошлинами например это горох чечевица ну своя конечно обложена пошлинами но с другой стороны есть внутреннее недопроизводство эта культура востребована животноводами почему не стоит сеять их нет ну как бы еще десять лет назад я придерживался того мнения что масличный клин должен расширяться и в пользу забирать площадью зерновых к сожалению то есть или к счастью этот сезон все тоже повторяет потому что все таки мы по масличным можем работать через рынок растительных масел и конечно терять не столько сколько забирает экспортная пошлина на зерновые и вот это именно экспортная пошлина на зерновые она и становится таким драйвером диверсификации российского производства да мы можем уходить зернобобовые и можем уходить в масличные но на сегодняшний момент если мы возьмем экспорт с начала сезона то денег за зернобобовые мы получили одну двадцатую от валовой выручки экспорта по зерну то есть сами понимаете если рынок на двадцатая то спасет ли он на сельхозпроизводителей но скорее всего нет потенциал по масличным я считаю что да масличные можно увеличивать производство и главное что на масличном рынке у нас полностью закрыт экспорт маслосемян и практически никто из импортеров не могут вывести наши масличные и они вынуждены покупать продукты переработки на рынке зерна такого нет у нас очень дешевое зерно и вся в округе куда мы поставляем пшеницу это ближний восток там север африки все мельницы процветают на российском зерне даже евросоюз очень устраивает тоже такое же супер дешевое черноморское зерно не утянут с украины с целью переработки потом уж отправки в разные страны и вот потому что именно у нас пшеница очень дешевая у нас очень низкий спрос относительно низкий спрос на продукт переработки то есть на мукомоль на группу 11 по кодам классификатора тнв там есть рост да но он вообще никакой его трудно назвать ростом когда мы продукт в переработке отгружаем 1 миллион тонн при урожае в 157 миллионов тонн то есть это очень слабо если бы у нас зерно не было таким дешевым то соответственно импортеры бы уже выбирали что им покупать муку или покупать пшеницу и объемы переработки выросли бы гораздо больше потому что то пошлина которая сейчас существует она ведет к демпингу сельхозпроизводителей она разоряет аграрное производство и она полностью разоряет нашу переработку делают ее не конкурентоспособны но ведь минсельхоз когда вводил пошлину наоборот добивался того чтобы у внутреннего потребителя и животноводов и мукомолов были низкие цены чтобы они были обеспечены дешевым сырьем они так и все наоборот теперь они так и будут нет но понимаете тут про внутренний рынок я слушал эльвиру нубиулина главу центробанк который она сейчас вот в пятницу на пресс-конференции говорила что да мы ориентируемся на внутренний рынок на внутренний спрос и так далее тому подобное но мы должны понимать что любые бизнес-проекты они тянутся к деньгам к рынкам если мы смотрим на россию то у нас 90 процентов территории россии это сельская россия это уже экономически мертвая территория потому что там денег нет вы не можете открыть стартап в какой-то деревне потому что там просто нет ликвидности поэтому мы вот тянемся в соседние страны не хотим туда что-то производить поставлять но дело в том что здесь все решается просто если мы поднимем немножко уровень мировых цена то экспорт будет не таким большим а внутренний рынок будет затоваренным и уже вот на воду будет дешевое зерно она как бы не взлетит ведь сейчас рынок довольно большие колебания за счет доллара с мировыми ценами происходят но у нас цены внутреннего рынка они показывают нитевидный пульс уже там продолжительное время никак цены не меняются поэтому здесь то те события которые происходят вокруг россии к сожалению сейчас я вижу что политика она уничтожает сельхозпроизводство вот сельхозпроизводители это видят но шансов уходить там зернобобовые немного и я считаю что чем тоньше рынки тем больше требуется торгового интеллекта чтобы развивать эти рынки потому что если мы отгружаем там панамаксами зерно да то не так много вариантов поставить его в какой-то порт там тоже граничное число покупателей когда мы работаем контейнерами отправкой двери до двери да то здесь уже количество покупателей там в десятки в сотни раз увеличивается вот это задачи малого бизнеса если мы научимся работать контейнера контейнерами от двери до двери то соответственно те объемы которые мы сейчас грузим по зернобобовым они могут быть несколько расширены но для этого тоже надо создавать торговые дома и обеспечивать их информацией и вот этот торговый интеллект его нужно развивать вот потом по что касается гороха на китай да такая тема сейчас но у нас канада грузит более двух миллионов тонн горох горох экспортируют и тоже в китае вот твердый пшениц канада грузит 5 миллионов тонн а мы там 50 тысяч перевалили вот поэтому конкуренция она есть она большая на мировых рынках но все равно как бы потребности того же китая если он закупает по основным зерновым и масличным в этом сезоне вот 147 миллионов тонн это без гороха с горохом там 150 потенциал очень большой и сегодня глава кнр он в москве на встрече с путиным может быть они как раз про горох и договариваются и у нас экспорт пойдет на ура в этом сезоне вот и все остальное что касается технологических гарантий рентабельности то сейчас это все под большим вопросом я же говорю что отклонение по курсу на момент реализации урожая потому что если у нас в прошлом году доллар ходил там со 120 до 60 рублей до до 50 60 рублей волатильность была в этом году это уже почти 30 рублей да если так дальше будет продолжаться то это просто уничтожает любой бизнес любое производство с такими рисками нельзя работать и когда там агрономы настраивают технологии и там борются за граммы то тут пожалуйста если доллар подешевлеет опять на 10-15 рублей то соответственно экспортные цены будут уже не такими привлекательными то есть сейчас по идее аграрии должны проявить единство не сеять пшеницы больше чем страна может потребить а что с другими культурами что делать с полями производство должно быть мобильным оно должно отвечать на условия рынка то есть если рынок хочет халявы то а ее невозможно произвести то он ее не должен получить вот если нормальные условия рынок создает то тогда и будут инвестиции в производство пока на рынок создает сейчас время посевной условия хорошие только для экспортеров из-за того что рубль то есть доллару подорожал но сельхозпроизводителям это никак на производство не влияет и не стимулирует потому что у них как бы закупочные цены остались такими же низкими вот и те кто говорил что по себе стоимости цены должны увеличиться там на 15-17 рублей но при действующих экспортных пошлинах это невозможно потому что у нас Доллар растет и запускает инфляцию на все и вся, на средства производства импортные, на запчасти и так далее. А цены отсечения остались 21 года, 15 рублей, которые оставят, отмерили они сельхозпроизводителям столько, что на эти деньги прожить нельзя. И новый урожай, он не гарантированно, что в этих условиях принесет прибыль. Он также может принести новые кредиты и новые убытки. Вообще сельхозпроизводителям надо производить то, что востребовано, то есть желательно иметь форвардные контракты на свою продукцию. Кому-то нужен горох, значит выращиваем горох. Кому-то нужно какие-то культуры на крупу, то есть это надо иметь предварительные договора, какую-то цену прозрачную это производить. И хотя бы, чтобы 70% урожая было покрыто форвардными какими-то контрактами. Остальные 30% уже аграрий мог бы реализовать по условиям рынка, искать максимальную цену и так далее. И рано или поздно мы к такой модели должны приходить, потому что это будет снижать риски на сельхозпроизводителя. Потому что в сегодняшней модели все риски несет фермер. Он должен рисковать за счет курса рубля, вносить сегодня, покупать бешеные дорогие запчасти, средства защиты растений и так далее. И еще не знает, какую он цену осенью получит при реализации урожая. А риски надо делить по всей цепочке равномерно. И как бы в этом направлении надо работать с сельхозпроизводителем, с своими покупателями. Здесь же риск все равно небольшой остается. Вот, допустим, мы договорились с крупинным заводом, по какой цене продадим ему горох. Вдруг средства производства поражают неимоверно. И за те деньги, что мы выручим с урожая гороха 2023 года, мы не сможем купить средства производства на горох 2024 года, например. Да. Ну, именно как бы, и когда я смотрел за мировым рынком, у нас очень много привязывают, например, к чикаговскому фьючерсу пшеницу, да, и кукурузу и так далее. Юго-Восточная Азия покупает американскую кукурузу или пшеницу по цене фьючерса, какая бывает. Вот. И на российском зерновом рынке уже очень много индикаторов, к которым можно также привязать договора. Вот. И... То есть контракт можно составить по-разному, но главное, чтобы в контракте все пропорционально несли риски, чтобы не один сельхозпроизводитель. Потому что если сельхозпроизводитель попал по цене, то это попали и средства защиты растений, производители техники и так далее и тому подобное. И если за все будет отвечать фермер, то завтра он просто ничего это не купит. Это должно быть понимание, что фермер берет деньги не себе, когда он продает пшеницу или там гречику на крупу, да, гречиху на крупу. Вот. А надо понимать, что за фермером стоит финансирование всего, всех ресурсов производства в сельском хозяйстве. Вообще из поздних культур что может быть востребовано? Ну, горох это ранее культура, но про него уже поговорили. Соя, проса, сорга, сахарная свекла. Какая культура кажется вам не рискованным? Нет, сахарную свеклу ее всегда сеяли, она очень свою долю занимает. И масличные они свою долю занимают. И рынок льна. Я просто смотрю на ЖД отгрузки, да, в этом сезоне, как едут отгрузы. Я могу вот сказать, что у нас так же, как и в прошлом году, едет лен. Вот. Все-таки 500 тысяч тонн. И экспорт довольно большой льна, хоть мы и произвели. В этом году очередной рекорд. Рынок не падает, рынок развивается. Он это все проглатывает. Масличные и прочие. Также рекордный экспорт в этом году. Из зернобобовых, конечно, едут у нас, по-моему, горох. Вот. Ну, соя и горох. Та же гречиха. Вот. Ну, там просто надо работать. Они показывают волатильность в рамках, ну, своей общей динамики. Какие-то объемы также на экспорт могут поставляться. И очень хороший динамик по растительным маслам, потому что масличные в России не купить, и все импортеры уже настроились на растительные масла. И есть рост потребления растительных масел. Очень большие объемы масла рапсового. Если мы начинали там с одорозок в прошлые сезоны 100 тысяч тонн, что сейчас уже более 600 тысяч тонн. Ну, то есть 6 раз масло соевое также. Масло льняное вот в этом сезоне уже в основном все на экспорт 20 тысяч. А до этого было в прошлом году 5 тысяч, в этом 20 тысяч. То есть рынок масел, он еще как бы, у него емкость есть, она не наполнена. И масличный клин по-любому развивать надо. И в условиях экспортных пошлин это вот то, чем нужно заниматься. Потому что емкость масличного рынка, она гораздо больше через масло, чем в зернобобовых. Зернобобовый все-таки 1,20 часть от зерна, там практически аграриям негде укрыться. Даже если трейдеры хорошо сработают, ну там плюс-минус. Больших денег мы оттуда не возьмем, но развивать рынки надо. А в масличном секторе, я думаю, что посевные площади будут туда уходить в этом сезоне. А что делать с заявлениями маслопереработчиков, которые говорят, что рекордные запасы подсолнечника остаются? Вот Эвко выступал представителем недавно, миллион восемьсот. Все рекордное в России по мировым меркам, это вообще такие крохи и слезы. Поэтому если тот же Китай брать, то у него там, по-моему, полмиллиона, 500 миллионов на остатки. Или сколько у него? Нет, у него 454 миллиона на остатки переходящих запасов у Китая. Вот 34 миллиона соевых бобов, рапса. Я считаю, что аграрии вот этими запасами переходящими, они просто создают объемы переработки. Перерабатывающие мощности и дальше будут расти. И есть проекты, они будут развиваться. И сельхозпроизводители их будут удовлетворять сырьем. Но с учетом даже то, что строится ценообразование через масло, это все равно выгоднее получается. Масличные более рентабельные, чем у нас получаются зерновые пшеницы, ячмень. И второй момент, масложировики, когда строили экспортную пошлину, они заложили там цену отсечения 82 500 по маслу. И вот этот 82 500, она дает кислороду аграриям. А вот цена отсечения 15 тысяч рублей в пшенице, она кислорода аграриям вообще не дает. То есть здесь вот этот просчет, математика по экспортным пошлинам на масло, она лучше, чем по зерну. Понятно. То есть масличные сеемы не боимся, переработка все равно все потребит. Не, на рынке-то всякое может быть, но по крайней мере сейчас с математической точки зрения масличный комплекс, он может быть дать большую рентабельность сельхозпроизводителям. Ну и впереди, я говорю, что у нас сейчас такие риски, и в том числе валютные, монетарные, политические, запретительные, что здесь вот играть только на одной себестоимости производства, это как бы значит учитывать не все риски, которые перед рынком стоят. Нишевые культуры имеют шанс на развитие? Чечевица, зеленый горох, сорга? Ну, объемы их очень маленькие, как бы для того, чтобы трейдеры работали, им было чем заниматься, ежегодно можно прибавлять это производство, ну как в каких-то процентах, да, вот, и смотреть на результаты экспорта. То есть если у нас рынки будут расти на экспорт, то тогда, соответственно, это будет и производство развивать. Но я хочу сказать, что аграрные экономики вот всех основных стран-экспортеров, они не сидят на экспортных вот этих, на нишевых культурах, да, потому что если мы посмотрим объемы мирового рынка, там, кукурузы по соевым бобам, вот, рынок соевых бобов мировой, он по деньгам больше, чем рынок пшеницы, кукурузы, почти такой же, да. Вот, поэтому Бразилия и Аргентина, Бразилия сеет сою, вот, и США, Аргентина перерабатывают сою. Вот это такие, и никто огромных денег на течевицы, скажем так, не поднял, и аграрный сектор какой-то страны не стал велик на нишевых культурах. Поэтому, как бы, все равно нужно создавать рынки для основных зерновых. Сейчас время такое, что надо пробовать все, создавать новые и логистические маршруты, и финансовые маршруты, а там рынок дальше будет сам выбирать, что это, что ему выгодно, и будущее покажет. Виталий Анатольевич, спасибо вам большое за это интервью. В любом положении рынка есть чем заниматься, вот, и на этом надо концентрировать внимание. Понятно, хорошо. Спасибо вам большое, спасибо, что уделили время. Вот, ну, теперь я буду прощаться. До свидания. Хорошо, спасибо большое, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»